Спасибо, уважаемые неполадимые, за добрые слова, которые вы сказали в адрес руководства и состава прежнего созыва избирательной комиссии Станарской области. Также, как и вы, я как высшее должностное лицо субъекта очень высоко оцениваю работу членов комиссии в прежнем составе, как и вы. Рассчитываю, что преемственность будет продолжена и строго в рамках действующего избирательного законодательства федерального областного нового созыва комиссии будет работать, строго отвечая интересам СМАД и выполняя те решения, которые принимаются Центральной избирательной комиссией. И, в целом, хотелось бы сказать, уважаемая Алиса Ивановна, уважаемые коллеги, что тот курс, который прогласила Элла Александровна, ту работу, которую проводит Центральная избирательная комиссия, безусловно, следует проект как ориентир и с точки зрения соблюдения законодательства, и с точки зрения соблюдения всех тех демократических процессов, которые прописаны и в Конституции нашей страны, и проведения которых ждут и на которые надеются наши граждане. Я с вами очень рад встретиться в ручном формате сегодня. Надеюсь, что в день к ним все больше и больше возможностей будут для проведения встреч в ручном формате. Рассчитываю, что сегодня абсолютно с честным, свободным волеизъявлением выстрелят и руководящие органы комиссии. И, как справедливо заметил Николай Владимирович, вам предстоит в ближайшие годы обеспечивать столь значимые избирательные процессы, как выборы главы государства, выборы депутатов регионального парламента, выборы главы субъекта Смоленской области и, безусловно, выборы муниципальной, так как муниципальная власть наиболее близка к людям и в лице которой они хотят видеть тех, кого не знают, уважают, ценят и сочинением считаются. Я желаю вам всем, уважаемые коллеги, хорошей, эффективной работы при строгом соблюдении законодательства. И как бы не хотели некоторые участники процесса ставить под сомнение те или иные результаты, всегда нужно уметь проигрывать. А то, что количество жалоб от выборов к выборам все меньше и меньше, даже от наиболее агрессивных участников избирательного процесса, подчеркивает компетентность и профессиональность наших действий, а также действий у территориальных и участковых избирательных комиссий. Продолжение следует...